По правилам игры, каждой команде предстояло пройти серию полутораминутных словесных дуэлей с оппонентами. Для этого создали различные ситуации, например, взаимоотношения руководителей подчиненного, решение вопросов между заказчиком и контрагентом. Максим, давай так. У нас неформальная обстановка, поговорим как есть. Та реформа, которую ты предложил, она по факту сейчас у нас не работает. У нас сотрудники, которые работают в ведомстве, они дематерированы. Да, результаты пошли на ухудшение. Нельзя просто взять и всех сотрудников заменить просто на молодых. Нам в любом случае нужен будет опыт. Организаторы уверены, если сотрудник умеет отстаивать свою позицию и выигрывать, то по карьерной лестнице он продвигается намного успешнее. Развитие этого навыка и есть главная цель игры. Взаимодействие, то есть мы посмотрели друг на друга, пообщались друг с другом. Это первое. Второе. Навыки управленца, они заключаются в том, что он должен уметь коммуницировать, приводить аргументы и предложения. И это очень полезно, в принципе, для всех здесь участвующих. И если вот таких команд будет не 7, а, допустим, 14, это будет еще лучше. Поединки именно необходимы для того, чтобы уже и молодые специалисты, и мало того, что и руководители могли понимать уже, как, в какой ситуации можно себя вести и аргументировать свои определенные действия для получения результата. Оксана Байчук принимала участие в управленческих поединках в 2016 году. Тогда, будучи секретарем общества Ергео, сотрудница заняла первое место. Для нее это стало хорошим опытом. Отстаивать свои интересы в противоречивых ситуациях и выбирать стратегию решения проблемы в свою пользу лучше всех получилось и на этот раз. В первую очередь это умение общаться с людьми, находить какие-то консенсусы с человеком, который находится по другую сторону, ситуации определенные. И научила меня, не нужно стоять жестко на своей позиции, надо уметь договариваться в первую очередь. У нас есть два формата проведения данных мероприятий. Мы проводим их среди молодых специалистов и среди уже опытных управленцев. Вот в данном случае сегодня это были такие руководители высшего звена, включая генеральных директоров предприятий, плюс специалисты самой высокой категории. То есть это была битва управленцев, самая настоящая. Мы победили сильнейшие, проигравших здесь нет. По итогам трех туров третье место заняла команда Новотекэнерго, второе – сотрудники районной администрации. Первое место – УЕРГЕО. Следующая битва управленцев состоится через год. Организаторы уверили, поединки будут не менее интересными и познавательными. Елена Бенки, Андрей Пяк, Евгений Бенки, телеканал «Луч», город Аркасале.